Все планировали, что будет проще, да? Да, все планировали, что будет полегче. Конкуренция такая жесткая. А на деле приперлись какие-то черные пояса, которые тебя планируют напрягать. Чем джиу-джитсу Неваза отличается от традиционного? Организацией, знаешь. Да хорошо было. Да и сразу по больному лопанул. Это ты кто по национальности? Кто? Ну, ты. Я этот. Гардпуллер или гардпассер? Сука. Ты че материчность? Ты скажи. Я тот, который очкошник. Пропоплюх. Вот этот. Вот этот вот. Вот этот я. Ну, то есть снизу или сверху предпочитаешь? Я говорю, вот этот он очкошник. Понял, все понял. Да, да, да. Вот этот. Чехов, кстати, лох. Он ведет в гимназию, у меня даже не айфон. Просто вот. А я представляю. Понимаешь, ситуация в чем? Айфон у лохов. Пойдем в уголовке. Какой айфон у твоих учеников? Под все-все. Какой хочешь? Там, знаешь, ситуация какая? Вопрос, в каком году он родился. То есть от счета идет с того года, в каком он родился. Город Санкт-Петербург. Соревнование называется чемпионат России по джиу-джитсу Неваза. Вот так вот выглядят спортсмены, у которых походу сделан вес. Спортсмены, у которых сделан вес и Рустем Кашко, который просто ждет. Так вот, вес у всех уже по идее готов. Осталось это официально зафиксировать. И, соответственно, завтра начнется борьба. Можно пройти? Очень много людей интересных. Короче, все они из джиу-джитса, все вы их видели. И, кроме них, есть еще чуваки, которых вы никогда не видели. Но, возможно, увидите завтра. О! Кто? 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 Не снимай меня, да? Скажи что-нибудь. Я слышал, я слышал, ничего я не слышал. Вот, как я уже и сказал, очень много представителей бразильского джиу-джитсу. Да, да. А это... Слушай, подожди, такой вопрос. Традиционное джиу-джитсу, а джиу-джитсу не вас. Зачем отличается? Сложная вопрос. Наверное, качеством судьи. Ты, кстати, не судишь? Не суду. Юль, ты гоняла вес? Ну, конечно. Хочешь есть? Не, я только что уходила из ресторана. Я тебя ненавижу. А ты гоняешь, что ли? Ты тоже ходишь, что ли? Да. Парни, вы на соревнования? Нет. Не? Ну, так чисто. Ну, ладно. Кирюх, ты гонял вес? Да, жестко. Ну, и как себя чувствуешь? Килограмм 15 гонял. Килограмм 15, да. А что делал? Сауна там. Не знаю. Не знаю. Сауна там, сауна тут. Да. Слав, а ты вес гонял? Я всегда гоняю вес. Ладно. Многие спрашивают, зачем Ильину вообще это джиу-джитсу сдалось? Когда он уже остепенится? У меня из дома жена выгоняет. На соревнования? Да. Она говорит, слишком много разговариваешь. Огонь. Ну, успехов тебе в твоем и легком. Спасибо. Не надо это с ним. Потому что он дойдет. Короче, я такой думаю, пиз*** эту стойку, короче. Решил пулгард делать. Делаю пулгард. Начинаю через Долариву. Раз он на меня просто ложится. Я делаю жим. На этом просто минус 70 хелсов моих. Остается 30. Когда он второй раз лег на меня, короче, он меня раздавил. Просто оказался сайт контроля. Я лежу, и у меня понимаешь, что у меня дыхания нет. А здесь, как бы, вот эта вся тушь. Просто вот эта сиська на меня вот так отвлекла. Я поворачиваю пол и вот так, как рыбу делаю. Это моя любимая история. У меня такая же есть. Дышать мне нечем, короче. И я тэпаю. И с тех пор я понял, что лучше потерпеть денек, подсушить небес. Больше я в плюса не пойду. Я не знаю. Миллион. 150. А еще у меня была история в плюсах, короче. В 14-м году в Абу-Даби в абсолютке по синим поясам я боролся с каким-то чуваком из Ангола. Он весил то ли 150, то ли 140 килограмм высокий. Я ему беру захват, и он сорвать не может. И он, когда начал срывать захват, он начал кусать меня. Он открыть за руку, короче. Отрывать проголодался. Да, но тогда я его смог бросить и голевую сделать его сразу же. Тогда мне повезло. Антон, вот смотри. Ты сколько максимально схваток боролся за турнир? Самое большое. Вес только, брат, если. Просто. Просто. Вот сколько схваток за один день соревнований? Восемь или девять. Восемь, смотри. Вон там чуваки размером с дом стоят. Да. Это твой вес. Я знаю. Я знаю. Сколько у тебя сегодня, ну завтра, я тебе так наглажу. Да, давай, давай. Мне нравится. Ну вот. Ты не знаешь, сколько у тебя людей завтра будет? Нет, не в курсе. Но я сразу скажу, что я рассчитывал, что будет легче. То есть я ехал, как бы, я такой немножко, знаешь, расслабленный. Я сейчас приехал, смотрел. Ну честно, я тоже. Смотрел, как бы, и вижу уже ребята, мне сказали, что еще там некоторые ребята будут, ну и конкретно никого не буду называть, да, но вот такая очень конкурентная категория намечается. Да, мне кажется, у всех я так людей смотрю, но ребята мелькают. Все планировали, что будет проще, да. Да, да, все планировали, что будет полегче. Конкуренция такая. А на деле приперлись какие-то черные пояса, которые тебя, ну, планируют напрягать. Ну ничего, ладно, опыт. Ну да, да. Главное пожрать в Питере. Слушай, да, да, определенно. Ну только вот, видишь, долго очень все вот это вот хиро. Бля, вот это мне не нравится, да. Из-за этого вареные очень, да, но я не знаю, как восстановиться завтра. Ооо, здравствуйте. Здравствуйте, мэр. В экшене. Ооо, это Хаттабыч. Вырывать не надо. Ты такой мягкий стал. Ооо, это, брутальный. Слушай, а что ты, значит, готовишься бить меня? Нет, я просто ссыкую. Нет, я от Романа заражаюсь еще. Простучек сразу. А когда вот Романа нет рядом, у меня шик сразу не бывает. Ну-ка, Ром, спиной повернись. Ну, нормально, да. Ну нахер. Слушай, реально заразно. Я отжаться захотел. Отряхну. Сперхоть, да? Я знаю, да, да, да. За Новый год я набрал 7 килограмм за 6 дней. Его сейчас еле сгонял. Сколько дней ты сгонял эти килограммы? До сих пор. До сих пор. Не, ну это привычка, потому что баба, как бы, она говорит, жри, а то испортится, короче. Ну, это нормально. А наготовили на 12 человек, а пришло 6. И поэтому, как бы, да, вот тут. Не испортилось. Не испортилось. Место, как бы, да, вместо гейнеров там всяких этих. Холодец, короче, селедку под шубой. Там вот это оливье, короче, на Новый год только исключительно. Прет, как меня, конечно. Я понял. Так что... Ром, вот знаешь, чем мне расскажи? Как удается тебе прогрессировать? Ну, ни для кого не секрет, что, как бы, у тебя ближайшие с тобой адепты джиу-джитсу. Это медведи, наверное, какие-нибудь, я не знаю, кто там может... И туринобол, и тест, короче, все. Да, да. Это ближайшие адепты джиу-джитсу. Не знаю, пацаны говорят, что все это говно и ничего не работает, бороться с тебя не будет. Короче, как ты вот прогрессируешь, с кем ты тренируешься? Тренируюсь в своей команде. Фанатизм, прежде всего. Человек фанат. И медведь. Будет тренироваться хоть на Северном полюсе с медведями. И будет расти. Ну, ты все-таки людей или медведей предпочитаешь? Все-таки людей. Все-таки... Я, да, я, видишь, он меня не предпочитает, не зовет, короче, Сибирь к себе, блин. Сильно здорово. Не, не надо, не надо, это грязи, блин. А я тебя и в Москве видел, с тобой неинтересно. Здорово. Здравствуйте. Тебе сколько лет? Восемнадцать. Ты не ешь, когда я тебя снимаю. Короче, по мужикам твой первый турнир? Нет. Ну, вот смотри, у нас просто есть одна тема в планах, мы тебя даже, может быть, назовем. Вот это вот молодое поколение, которое там только перемахнуло или еще не перебахнуло рубеж адалтов. И с мастерами, допустим, как ты себя оцениваешь? Тяжело тебе, с кем тебе сложнее, с ровесниками бороться, с адалтами или с мастерами? С адалтами сложнее всего бороться, потому что, ну, больше всего ребята эти подготовлены. А по мастерам, не знаю, мне кажется, у ребят уже выносилось пить. То есть все-таки оптимально это адалты? Нет такого, что в мастерах там они сильнее, более продуманнее, техничнее? Я про технику ничего не говорил. Ну, я вот тебя спрашиваю вообще. Ну, по мастерам, конечно, опыта больше. Но все равно самая сложная категория это адалтами тебя. Я понял, ну ладно, успех завтра. Я, может, даже сниму твою сходку. За 500-500 рублей. Как тебе? Не, ну давай, соглашайся. Давай. Все, договорились. Ну, ты мог, кстати, торговаться. Ты мог торговаться, да. А так все, мы тебя найдем и сходку снимем. Твою, твою тоже. Ты сначала пить и попкидываешь, а потом мы тебя ищем. Там сюда в списке. Там. Ну, как классно. А мы с тобой, кстати, знакомились как-то в Москве на каком-то турнире. Ну, куда? Миш, съебись, Миш. Ты контент портишь. Это просто вставка будет. Да, я понял. Мне вообще зашибись. Ты только на Африксе это стоишь. Ну, конечно. Если я выберу Россию, это вообще будет. Будем надеяться. Сказать. В какой вес гоняешь? Похоже, в твою. 69? Влад. Слушай, а у тебя вид тоже так себе? Тоже гонял. Тоже гонял. А, я-то думал, ты в весе. 7? 6. Я плохо считаю. Саня, а ты в каком весе? 69. Опять гонял? Я немного гонял. Немного? Выглядел как будто много. 2 килограмма. Да, это вообще банды. Меньше, чем я. Короче, смотри. Вопрос. Кто знает сразу, чем джиу-джитсу Неваза отличается от традиционного? Организациями, знаешь. Хорошо. Ты сразу по больному лопанул. В общем, мы развесились. Я отсюда двигаюсь. Потому что хочется очень кушать. Все остальное смотрите завтра. Ну, не знаю, когда будете смотреть. Сниму я завтра. Сниму я. Там очень громкий дядь. Какой дядь. Какой дядь. Где там? Не вас, джиу-джитсу. Осип. Где там? Где там? Какой дядь. Его дядь. Он знает все это, как болит. Бум. Он знает все это, как болит. Я дадил. Который, кто не имеет, а что. Продолжение следует...